Вчера, в самый дурацкий день в году, 1 апреля, в Полевском, посредь бела дня дурака, пять юных не дураков, а напротив интеллектуально одаренных детей, попали в автозамес и уехали на минивэне в придорожное озерцо. Одну умную девочку из интеллектуального квинтета пришлось госпитализировать. Остальные школьники отделались испугом, ну, этаким первоапрельским розыгрышем судьбы. Предыстория такая. Вчера, в 3 часа дня, в Полевском, в его северной части, именуемой Северский, в тамошнем центре развития творчества должно было состояться состязание школьников по некой интеллектуальной игре, по какой конкретно, гаишники в своем пресс-релизе не сообщают. Но, смею предположить, что, допустим, речь идет о брейн-ринге. Есть еще вариант, что где когда, но там надо ровно 6 игроков, а из южной части на соревнования ехало всего 5 школьников. Ну, а по правилам брейн-ринга игроков должно быть не более 6, то есть, возможно, 5. Вот такая логика, но это вообще не факт. Может, ребята рубились в шахматишки. Так вот, в третьем часу пополудни из южной части Полевского в Северку на интеллектуальную битву ехала команда из пяти учеников, возраст которых гаишники не называют, в пресс-релизе сказано лишь, что все несовершеннолетние. Ехала команда на стареньком японском семиместном минивене Митсубиси Дион, названном в честь Диониса, который у древних греков заведовал, как известно, бухлом. Производство Диона закончилось в Японии в 2005 году. В Митсубиси все места были заняты. За рулем сидела 35-летняя водительница-родительница одной из интеллектуальных умниц. Рядом с ней на месте смертника сидела классная руководительница. Ну а на двух задних рядах кресел, собственно, пять игроков. Дочка автопилотки и четверо ее одноклассников. Понятное дело, что родители детей были в курсе этой поездки и дали на нее добро. То есть доверили своих кровинушек 35-летней пилотке с 7-летним стажем руления и всего одним нарушением ПДД, за которое она штраф давно и вовремя заплатила. Знала об этой поездке и администрация школы, которую представляла эта команда ребят на интеллектуальном ресталище. Короче, все было заранее обговорено. Вопросов не возникало, ничто не предвещало. Все семь человек в минивене были обременены. И теоретически, 1 апреля все должно было пройти весело и на хахайках. Но неожиданно случилась омрачительная засада. В половине третьего часа пополудни, то есть посредь бела дня, на улице Володарского в частном секторе, около избушки на Жилино-190, фактически на трассе, ведущей из южной части Полевского на севера, не спешившая, опытная, ответственная за детей Диановодка, катившаяся по затяжному некрутому повороту под 40 км в час, внезапно не справилась с рулем. А все потому, что три бриллианта задним правым колесом высунулись на обочину. Сцепление колес на одной оси стало разным, и Дион с детьми резко бросила на чужую, где в этот момент, по счастью для всех, и мальчишек, и девчонок, а также их родителей, не было ни КамАЗа, ни какого другого ТСа. Минивен на встречке развернула, обратно на свою вернула и выплеснула с трассы в придорожную лужу, размерами напоминающую озерцо. В итоге взрослые в Митсубиси, то есть водительница, родительница и классная руководительница, здоровьем не повредились, а вот пять учеников и учениц, хоть и были обременены, но стукнулись и отъехали в больницу. И что примечательно, поехали они не на каретах, а троих ребят отправили в клинику на попутках, а за двумя школьниками приехали на своих машинах их родители. В лечебнице медики всех осмотрели и одну девочку госпитализировали. Но остальных четырех и юных интеллектуалов сочли возможным отпустить по домам, зализывать раны амбулаторно. Понятное дело, что интеллектуальное шоу для этого коллектива было безнадежно испорчено. Неизвестно, претендовала ли эта команда на победу или нет, но судьба не дала этим ребятам даже шанса. Скажите, а как над вами в день дурака подшутили небеса? Продолжение следует...